всем привет друзья это видео ли этот сюжет должен был выйти еще в конце августа я планировал после спаса сразу но не получилось говорится сильно заняты времени хватает говорится только сделать самое важное вот это видео и другие видео уже как-то не хватает времени быстро можно сказать темнеет не вспевая все а поговорим сегодня говорится об какая же будет осень и какая будет зима раньше у меня было видео я там рассказывал как и какой будет медосбор в этом году и как видим он полностью оправдался там получается медосбор был чуть выше среднего все нормально было хороший год по медосбору откуда я это взял это ведется такой дневник это я нашел его в этом пчеловодстве журналах раньше и вот этот календарь пчеловода который вели не помню с какого года там очень давно и заметили характерную частичность оказывается все природе пчеловодстве и в природе она повторяется через семь лет почему через семь лет потому что что такое земля что такое люди что такое природа природа то мощное такое природа она мощная сильная а человек маленькие все и человек не влияет на природу он крошечный а природа сама делать говорится погоду на земле так например мы знаем что луна даже которая на расстоянии 38 четыре тысячи километров находится от земли то она влияет своим приближением удалением приливы отливы делает так само и на землю влияет всем основных планет солнце мы знаем это основное которое от солнца зависит жизнь на земле а также кроме этого еще шесть планет влияет на на все явления природы на земле это луна меркурий венера сатурн юпитер и марс и вот эта цикличность всегда повторяется с весеннего равноденствия то есть 21 марта и заканчивается следующим годом 20 марта и так как я рассказывал этот год у нас год юпитера это как раз юпитер приблизился на такое расстояние к земле который своим своей массой он влияет на все что происходит на земле сейчас даже вечером эту яркую планету видно на юго-востоке очень ярко на свете сейчас ясную погоду можно и увидеть и также мы сейчас поговорим о природе вот эта цикличность но цикличность получается что зависит имеет каждая цикличность имеет три фазы это начальная фаза средняя это максимальная когда она влияет и конечная фаза вот сейчас мы посмотрим вернее вам скажу что какая будет осень и какая будет зима и так согласно этого календаря по цикличности то осень будет мягкая и влажная двумя словами вы скажете да сегодня 2 октября нам рассказывать дожди иду каждый день ну что сделаешь не смог раньше выложить это видео ну а вы спрашиваете какая зима будет зима тоже характеризована небольшими такими словами что зима начало зимы будет холодным большие снегопады потом снегопады с метелями и самое главное в конце будет бесснежная бесснежная на концы зим в конце зима будет бесснежная некоторые пасечки со мной спорили говорили вот идут дожди деревья наберут говорится влаги почки заложит хороший будет хороший год мы смотрим чем заклад заканчивается цикличность у зима будет наприконце бесснежная это тоже повлиять а следующий год у нас уже будет после юпитера после юпитера наступает 21 марта это будет год марса ну тут уже можно догадаться какой будет год но о нем мы поговорим какая будет весна и какая будет лето это им расскажу после рождества после 7 января какая будет весна у нас вот так кратце вам рассказал так что кто не запомнил запишите еще сегодня 2 октября день трохима мой такой праздник сегодня да обязательно надо скушать ложку меда запить теплой водой и вот эти все 9 дней последующие надо обязательно утром натощак ложку меда запивая теплой водичкой и на ночь тоже ложку меда и все будет хорошо не будем болеть все будет прекрасно вот такой кратце мой рассказ мы согласно пчелиного календаря я вам рассказал какая будет осень и какая будет зима в этом году ну что будем надеяться что все будет хорошо пчелки у нас уже говорится почти приготовили но пока еще еще осталось нам только утеплить сейчас они у нас сейчас мы откроем вот как видим пчелки здесь сидят мы гнездо сократили вот как видно вот это здесь не за заканчивается тут у нас получается на шести рамочках это у нас небольшой небольшой небольшая семья а вот это заставной стоят 5 рамочек вот видно что вот это вот это завернуть туда эти рамки убрать все но это будет немножко позже потом покажу я обязательно еще будет обработка бипином двукратная ну все всем всего доброго всем пока берегите себя своих родных берите свое здоровье кроме вас ваше здоровье никому не нужно все 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 всего доброго всем пока